11 ноября 1902 года в уголовном отделении Самарского окружного суда было разобрано дело 17-летнего потомственного почетного гражданина Дмитрия Орлова, который обвинялся в грабеже и краже. Выслушав все обстоятельства дела, присяжные заседатели вынесли вердикт. Да, виновен. А суд приговорил Орлова к одному году и трем месяцам тюрьмы без лишения его как молодого человека личных прав и преимуществ. Иван Иванович Самовар был пузатый самовар. В нем качался кипяток, пыхал паром кипяток. Обвиняемый Орлов был сыном священника и жил в одном из таких вот скромных домишек на улице Самарской. При этом в семье отца старика было еще двое сыновей и три дочери. Два брата Орлова когда-то учились в духовном училище и теперь служили псаломщиками. Учился в духовном и обвиняемый тоже. Но далее третьего класса не продвинулся. А потом сошелся с дурными товарищами и, как говорили о нем его знакомые, совсем свихнулся. Познакомившись с эеромонахом Игнатием, служившим настоятелем в единоверческой церкви, Орлов регулярно крал у него деньги небольшими суммами. Но потом через подбор ключа украл сразу 93 рубля. То ли не замечавший предыдущих краж, то ли закрывавший на них глаза. И эеромонах не обращался в полицию, но здесь не выдержал. И полиция взяла воришку под стражу. Правда, за решеткой малолетний преступник не сдержался и был отпущен на волю до окончания суда над ним. Но спустя несколько месяцев, проходя по улице, Орлов вдруг вырвал проходивший мимо госпожи Кураедовой редикюль с тремя рублями и попытался скрыться. Но оказавшиеся рядом люди поймали его и отвели в уголовное отделение. В своей речи на суде над Орловым товарищ прокурор указал на его раннюю испорченность и на то, что первый случай не только не заставил Орлова задуматься, но сделал его еще более дерзким. Указал он также и на то обстоятельство, что среди родных и близких обвиняемого сложилось такое дурное мнение о нем, что никто не захотел внести за него залог в 25 рублей, чтобы обвиняемому не пришлось ждать суда за решеткой. А защитник Орлова обратился к присяжным, прося их положиться на собственную совесть и убеждение. Орлов умолял о прощении. Но прощать обвиняемого Орлова присяжные не стали, ограничившись формулировкой «заслуживает снисхождения». Среди воров, этих нарушителей, господствующих прав, собственности и ее принципов, наблюдается целая галерея самых разнокалиберных типов, специализировавшихся в том или ином направлении. Писала Самарская газета в феврале 1902 года. Но на скамье подсудимых обыкновенно часто приходится встречать тип мелких воришек, не способных устоять перед соблазном легкой наживы. Между этими последними особенно резко выделяются смелые, ловкие, не останавливающиеся, ни перед каким риском воры, не стесняющиеся даже вашим присутствием. К разряду последних относится и Иван Михайлович Князьков, христианин Симбирской губернии, дело которого разбиралось в Самарском окружном суде 10 февраля. Князьков уже два раза сидел на скамье подсудимых за кражи и теперь снова обвинялся в двух совершенных им преступлениях. А первая из этих краж была совершена Князьковым 7 июля 1896 года при следующих обстоятельствах. Христианин Сергей Анисимов, приехав в Самару, как-то проходил по шумной улице в ожидании спроса на свои руки. А в это время мимо него шел мальчишка с книжечками. Анисимов остановил мальчишку и купил у него одну из книжечек, а потом опустил руку с бумажником, в котором лежали деньги и паспорт, в карман. И в следующее мгновение почувствовал в этом кармане какое-то странное движение. Инстинктивно схватившись за карман рукой, Анисимов нашел в нем чью-то чужую руку, которая быстро и ловко выскользнула из его кармана и ударила руку стоявшего рядом с ним соседа, что-то ему передавая. Еще один миг и бескураженный крестьянин осознал, что остался без бумажника, в котором лежали 1 рубль 80 копеек, а самое главное его паспорт. Но осознать-то он это осознал, а сообщник Князькова, получивший от него бумажник Анисимова, уже быстро улепетывал прочь. Тогда несчастный Анисимов вцепился в одежду вора и поднял крик, а находившиеся поблизости помогли ему задержать Князькова и позвали полицейского. Пришел полицейский, составил протокол. Обвиняемый прикинулся невинной овечкой, но пообещал Анисимову помочь разыскать его паспорт. Пришлось несчастному крестьянину согласиться на это любезное предложение вора. Вот только любезность на словах совсем не собиралась стать любезностью на деле, как только Анисимов с Князьковым дошли до ближайшей подворотни, последний рванул во двор и был таков. Так несчастный беспаспортный крестьянин и уехала с Самары с книжечкой, купленной у мальчишки. Что ж до его паспорта, то полицейский совсем скоро разыскал его в одном из дворов и переслал Анисимову уже в его деревню. Оставим на несколько минут вора Князькова и заглянем на еще одно судебное заседание, состоявшееся 12 марта 1902 года в Самарском окружном суде. На этот раз перед судом предстали крестьянин Кузьма Кривенков и сызранский мещанин Дмитрий Ермилин, которые обвинялись в следующем. В ночь на 27 октября 1896 года сторож заметил в магазине Пожидаева на Панской улице огонь. Толкнувшись в калитку с целью узнать о происходящем, сторож нашел ее запертой. Тогда он призвал на помощь полицейских и вместе с ними перелез через забор во двор. В тот же миг из магазина выбежали два человека, одному из которых удалось бежать, а другой был задержан. Дверь и одноставня окна оказались изломанными ломом. Кассовая конторка была вскрыта при помощи оставленного в магазине долота. Похищенными оказались три пары калош и 16 рублей денег. Оба обвиняемые, Кривенков и Ермилин, сознались в своем проступке и были приговорены к двум годам и шести месяцам и одному году соответственно. А мы, между тем, возвращаемся к подвигам карманника Князькова, дело которого рассматривалось в Самарском окружном суде в феврале 1902 года. Свою вторую кражу этот Князьков совершил 15 сентября 1896 года. На этот раз он вышел на охоту в сутолочный пьяный день и избрал объектом своей преступной операции мещанина Антонова, который приехал в Самару на ярмарку. Эх, Антонов, Антонов, разве ты не слышал народную приисказку про вора на ярмарке? Нет, как видно, не слышал. А иначе не стал бы этот Антонов считать ворон, глядел бы в оба. Но ворон Антонов, может, и не считал, а вот товар разглядывал. Нет-нет, да и вынимая из кармана серебряные часики, дескать, и мы не лаптем, щихлебаем. Обойдя с женой всю ярмарку, этот Антонов отправился в лавку, чтобы сделать покупку. Но, не дойдя до лавки, отправил жену в другое место, а сам стал входить в магазин. И в это мгновение он почувствовал, как сзади кто-то силой налег грудью на его спину. Ощупав карманы жилетки и не найдя там серебряных часов, Антонов обернулся с криком «Часы! Уворовали!» и схватил стоявшего рядом с ним Князькова. Потом, напирая на Князькова, он заставил его сделать шаг назад. И вот этот шаг и стал роковым шагом, который привел Князькова в тюрьму. Из-под отступившего сапога сверкнули только что украденные серебряные часы. Тут уж отпираться было нельзя. Так что пришлось умолкнуть даже женщине, которая стояла неподалеку, и начала была кричать, мол, не он это, не он, вор-то, вон он побежал. Князьков был пойман с поличным и отведен в полицейскую часть. И хотя подсудимый ни в одной из совершенных им краж так и не сознался, все обстоятельства и того, и другого дел слишком ясно и явно говорили о его виновности. Так что господа присяжные заседатели вынесли ему обвинительный приговор по обоим обвинениям. После непродолжительного совещания суд приговорил Князькова к лишению всех прав и к заключению в арестантское исправительное отделение сроком на один год, писала «Самарская газета» в феврале 1902-го. А вот 25 февраля 1902-го года городским судьей первого участка было разобрано дело по обвинению двух 12-летних воришек, которые обвинялись в краже самоварной трубы, стоившей всего-то 50 копеек. Из расспросов обвиняемых выяснилось, что живут они в Самаре, где-то в Малаканских садах, со своими отцами, но видят их редко, так как те занимаются подъемными работами. Сами же обвиняемые нищенствуют, выпрашивая себе на хлеб. Но вот 18 февраля они собрались в квартиру некоего Борисова, которая была незапертой, и похитили самоварную трубу. Но были задержаны на месте преступления и доставлены в часть. На суде один из обвиняемых пояснил, что украсть самоварную трубу его заставила крайняя нужда. Мол, развалились лапти, а купить другие было не на что. То же самое рассказывал и другой воришка, который при этом то ковырял в носу, то принимался жалобно плакать. Приняв внимание, что похитители самоварной трубы еще не достигли 14-летнего возраста, судья решил не подвергать их наказанию, но поставить в известность родителей, чтобы лучше следили за своими сыновьями. Воришки были освобождены из-под предварительного ареста здесь же, и довольные отправились по домам. Самовар Иван Иванович кипяточку не дает. Опоздавшим не дает. Лежебоком не дает. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова